МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите служба новостей город в студии Налета Гришина. Я и мои коллеги расскажем вам о событиях понедельника, 31 октября. Смотрите в ближайшие минуты. Дело в том, что я не знала, что именно я. Мы все в палате лежали, когда девушки. Конечно, все шутили. Перинатальный центр взяли в блокаду. Десятки журналистов, не только российских, но и из других стран, приехали в надежде взглянуть на семимиллиардного жителя планеты. Пойдешь к хирургу, он тебе сделает сосудики новые, сочвет. Хорошо? Вылечат всех, от ребенка до медведя. В Калининграде открылась необычная поликлиника. Калининградцев научили передавать кодированные сообщения. В городе прошел мастер-класс по игре на барабанах. Перинатальный центр взяли в осаду. С восьми утра на пороге роддома стали собираться журналисты, как российские, так и зарубежные. Все они приехали взглянуть на младенца, который претендует на звание семимиллиардного жителя планеты. Кроме него, семимиллиардным жителем может стать малыш из Санкт-Петербурга, Петропавловска, Камчатского или Филиппин. Все родились в ночь с 30 на 31 октября. С мамой самого известного калининградца удалось пообщаться в нашей съемочной группе. С самого утра у перинатального центра дежурили журналисты. Посмотреть на рожденного под счастливым числом хотели все. Смешались куча камер и люди. Здесь были представители прессы из Москвы, Петербурга и даже Китая. Это символическое такое событие для всего мира. Потому что наступила к нам уже новая эпоха, уже 7 миллиардов населения на Земле. Видимо, другим странам российский претендент на звание «семимиллиардного жителя планеты» не интересен. Чего не скажешь про российские СМИ. За право первым взглянуть на младенца разразилась нешуточная борьба. Главврач роддома заявил, в палату к новорожденному пройдут лишь три человека. Остальные три десятка решились на штурм. Виновник уже торжества, до баталий за дверью не было никакого дела. Петр Алексеевич мирно проспал весь свой звездный час. Мама малыша Елена улыбается. Сын точно будет политиком. Слишком велико к нему внимание прессы. Дело в том, что я не знала, что именно я. Мы все в палате лежали, когда девушки. Не в палате, а в отделении. Конечно, все шутили по поводу, что кто вперед. Младенца в знаменательную ночь ожидали еще две соседки по палате. Одна конкурентка родила накануне вечером, другая на рассвете. Вот первое документальное подтверждение. Семимиллиардный житель планеты родился 31 октября в 00 часов 2 минуты. Рост 50 сантиметров. Вес 3 килограмма 600 граммов. Кстати, папа самого известного ребенка в стране до сих пор не в курсе, что стал отцом мирового значения. Я говорю, Лен, ты хотя бы позвонила своим? Она говорит, ну дайте мне телефонное позвание. Она позвонила маме. Мама говорит, да вы что, мы видели. Ребенок в садик младший прибежал, прыгал, всем рассказывал, что у него родился братик. Еленя 36. Это уже третий ее ребенок. С трепетом к рождению Пети отнеслись и в перинатальном центре. Но, по словам врачей, специальной подготовки к событию не было. Говорят, работа шла в штатном режиме. Вы знаете, если эмоции руководят врачами, то это не очень хорошо. Врачом должен руководить разум и опыт. Представители власти малыша вниманием не обделили. Вручили маме сертификат на 100 тысяч рублей за третьего ребенка. Подарили стиральную машину, а губернатор пообещал помочь с жильем. Специальных бонусов за 7 миллиардного ребенка семья Николаевых не получила. Губернатор посетовал, слишком уж много рождается мальчиков. Я так думал, что будет замечательно, если появилась бы девочка. Но я думаю, что как раз там есть следующая акция, когда будет 8 миллиардов человек. Кстати, 8 миллиардного жителя планеты, по словам врачей, следует ждать не раньше 2020 года. Алексей Колодкин, Дарья Волошина, Кирилл Макаров. Служба новостей. Город. В больницу, как на праздник, в Калининграде всего на один день открылась больница для игрушек. 9 врачей, терапевты, стоматологи и даже кардиологи показали детям весь процесс лечения. Было бабами все, и бабам, и руками мы все дали, и бабами все. Уронили мишку на пол. Здесь все, как в известном стихотворении. А потому неудивительно, самая длинная очередь к хирургу. Сегодня в Доме творчества настоящая больница. Лечили всех от медведей до бегемотов. А что болит у него? Крыло. Крыло. Покажи, где. Ага, правое крыло. В роли айболитов студенты медицинского колледжа. Будущие терапевты, окулисты, стоматологи. Особый интерес детей вызывал кардиолог. Он не только измерил давление, но и показал, из чего состоит сердце. Пойдешь к хирургу, он тебе сделает сосудики новые, сошьет хорошо, и сердце не будет больше болеть. Зачем нужно чистить зубы два раза в день и почему полезно делать прививки? Для детей этот день стал переворотным моментом. Они взрослели прямо на глазах. Существуют дети, которые боятся панически врачей. А такие больницы помогают детям раскрыться, помогают не бояться врачей. Потому что тут все, посмотрите, какие доброжелательные сидят. И детям будет легче пойти к настоящему специалисту. Необычная больница открыта всего один день в году. Родители признаются, после ее посещения дети перестают бояться врачей и сами начинают мечтать о белых халатах. Татьяна Караханова, Полина Степанюк, Кирилл Макаров. Служба новостей город. Тройной контроль. Депутаты хотят сами проверять качество ремонта городских магистралей. Сейчас этим занимаются специальные лаборатории. Подрядчики заключают с ними договор и сами оплачивают их работу. Такая схема многих чиновников не устраивает. Они считают, что подобный контроль не объективен. Почему? И какую гарантию дают сами дорожники на свою работу? Наша съемочная группа также попыталась оценить качество дорожного асфальта. Скажем, сырой день, влажная погода, мы можем обратить внимание, что здесь подрядчик выполнил работу так, что нет луж. Если после дождя на новом асфальте нет луж, значит работу принимать можно. Для специалистов технодзора это первый показатель качества. На улице Ефремова в эти дни завершается капитальный ремонт. Здесь заменили почти 4000 квадратных метров в проезжей части. Оценивать новое покрытие будут не только водители. Для того, чтобы дать гарантию, производится лабораторное исследование на испытания данного вида покрытия. Производится лабораторное исследование в виде бурения данного вида покрытия. Так производится проба асфальта или керн. Потом образцы увезут в лабораторию, там исследуют каждый слой. Если покрытие сделано по всем правилам и нормам, подрядчик может не волноваться. Это покрытие будет служить минимум 5 лет, даже больше. И не надо беспокоиться о том, что через 5 лет придется опять искать, где-то изыскивать средства на ремонт этой или устройства проезжей части. Она будет в надлежащем хорошем состоянии, можете поверить. А вот народные избранники усомнились и решили усилить контроль за тем, как расходуются федеральные средства на ремонт дорог, а заодно и за качеством. Так что греха таить, что у наиболее мощных строительных дорожных наших компаний, да, вот эти вот лаборатории, они у них и есть. Понимаете, тут выходит так, что ты и дорогу делаешь, и сам себя проверяешь. Вот надо сделать все, чтобы избежать этой ситуации, быть максимально объективным. Ради объективности депутаты предложили создать подобную лабораторию при городской администрации и устраивать проверки уже без ведома подрядчиков, чтобы было как у школьников на ЕГЭ. Никакой предвзятости и все по-честному. Специалисты технодзора инициативу депутатов не обсуждают. Чтобы приобрести такую лабораторию, это не из дешевых удовольствий, потому что оно само по себе, естественно, оборудование. Порядка миллионов, я думаю. Кроме оборудования еще есть штат, специалисты, которых тоже нужно содержать. То есть это удовольствие не из дешевых. Специалисты технодзора инициативу депутатов открыто обсуждать не хотят. Ремонт дорог в городе пока позволяет погода продолжается. Надо успеть проверить еще много объектов. Мария Пусникова, Кирилл Макаров, служба новостей город. На Северной горе в это воскресенье прошло личное первенство по мотокроссу. Соревнования в памяти нашего земляка и чемпиона мира Валерия Корнеева уже седьмые по счету. В этот раз они совпали с Днем Автомобилиста. Как покоряли непростую трассу и почему наших мотокройзеров называют энтузиастами, узнаем прямо сейчас. Она и комментатор, и организатор, и тренер, и наставник в одном лице. Но главная миссия Натальи Александровны Савченко доказать, что таких женщин, как она, в России больше нет. Да, единственное в России, вообще в России и на миру. Нету больше женщин, никого. Ни тренеров, ни мастеров спорта, и бабушек на мотоцикле. Чемпионка Советского Союза в командном зачете и России в личном. Она бы и эту трассу прошла легко. Но сегодня право лидерства за такими дебютантами, как Денис Омняков. Свой первый заезд он прозевал. Сейчас готовится к следующему. Хочу красиво прыгать, показывать себя. Не побеждать, а просто участвовать хотя бы. А там посмотрим. Может, в будущее я в Европу поеду покататься хотя бы. Буквально в субботу два наших гонщика из Багратионовска заняли первое и второе места на состязаниях в Польше. Визу, паспорта и страховку спортсмены получали за свой счет. И мотоциклы ремонтируют на свои деньги. Замена только одного колеса стоит 2500 рублей. А литр масла обходится в 900. Спонсировать это увлечение в области некому. К своей мечте Денис Омняков шел много лет. Копил деньги на хороший мотоцикл. С экипировкой помогали друзья. Друзья-гонщики, все стараются друг другу помочь. Все друг друга знают. Кому не надо, кто отъездил, тот подарит. Дальше с поколения в поколение идет. Как наследственные. Соревнование памяти Валерия Корнеева в Калининграде проходит уже в седьмой раз. За это время Наталья Александровна могла воспитать не одну сотню чемпионов, если бы не было проблем с выездом за пределы области. Кстати, раньше соревнования на Северной горе она устраивала каждую неделю. Сейчас любители экстрима собираются раз в полгода. Все из-за тех же финансовых проблем. Дальше! Смотри, какая у тебя операция. Мария Пустникова, Михаил Ильин. Служба новостей в город. Калининградцев научили передавать кодированные сообщения. В городе прошел мастер-класс по игре на барабанах. Хэллоуином, в первую очередь, было весело. Навестила близких родственников, чем мы очень рады, что все у всех хорошо, все здоровы и счастливы. Мы спросили у калининградцев, чем вам запомнились в прошедшие выходные. Эти и другие новости смотрите после короткой рекламы. Нет права на ошибку. В понедельник калининградцы отметили день сурдопереводчика. Их работа требует особой точности. Ведь без этих людей инвалиды не могут обратиться даже за помощью. По закону каждый инвалид имеет право на помощь специалиста. Но времени на это дают всего 40 часов в год. Глухих в области около 3000. В Европе сурдопереводчики работают во всех социальных учреждениях. Проблемы же калининградских глухих решает всего 12 человек. Скоро европейскую систему могут вести и в России. Когда русский язык жестов станет официальным, и в суде, и в ЖЭКе появятся свои сурдопереводчики. Мы же не можем с ним находиться круглосуточно. Какие-то основные, вот, ну, на поликлинику, к нотариусу, там, куда ему нужно обратиться, где нужен сурдопереводчик, они обращаются. Пока же единственный помощник переводчика – спутниковый видеотелефон. Таких телефонов по городу считанные единицы, а в бюро переводчиков и вовсе один. В бюджет города средства на подобные оснащения социальных учреждений не заложены. Ставить их дома невыгодно. Слишком высокая плата за интернет. К тому же один такой спутниковый телефон с поддержкой видео стоит порядка 11 тысяч рублей. Вы смотрите службу новостей «Город» и мы продолжаем. Дня народного единства не будет, а вместо троллейбусов в Калининграде пустят пазики. А об этих и других новостях смотрите в нашей постоянной рубрике короткой строкой. Трамвай номер один изменит маршрут. Он не будет поворачивать на Пролетарскую, а пойдет в площади Василевского. Оттуда через гостиницу «Калининград» к Южному вокзалу. На улице Тельмана единицу заменят новые автобусы ПАЗ. Выйти на линию пазики должны в течение месяца. Но не раньше, чем закончится ремонт Настровского. Школьные автобусы в Озерске обслуживали похороны и возили избирателей. Это выяснили в ходе прокурорской проверки. С 2006 по 2010 год в район закупали 7 автобусов для перевозки детей. Местные автопредприятия использовало транспорт для своих целей. Кроме того, автобусы не соответствовали требованиям безопасности. Виновных могут привлечь к ответственности. Сначала вырубили, теперь посадят новые. Весной в сквере на пересечении улиц Красной, Пацаева и Карла Маркса начали рубить деревья. Потом выяснилось, что это незаконно. Застройщика обязали все восстановить. Взамен этого участка выделили другой. На улице Пионерской четырехэтажный торговый комплекс построят именно там. О нас часто пишут зарубежные СМИ. Калининградская область вошла в топ-15 самых популярных регионов в иностранной прессе. Возглавили список Томская область, Краснодарский и Фермский край. Самый западный регион России занял 11-ю строчку рейтинга. Москва, кстати, в него не попала. Концерта не будет. Массовые мероприятия в честь Дня народного единства отменили. Его хотели провести на площади Победы 4 ноября. За счет отмены концерта город сэкономит 200 тысяч рублей. Эти деньги администрация направит на украшение города к празднику. Курс валют на 1 ноября. Доллар 30 рублей 12 копеек. Евро 42 рубля 18 копеек. Литовский ритм 12 рублей 22 копеек. Польский злот и 9 рублей 74 копеек. Калининградцев научили передавать кодированные сообщения с помощью барабанов. В древности в Африке по звуку десятков таких инструментов возвещали о рождении ребенка или о свадьбе. Минувшие выходные для калининградцев устроили мастер-класс по игре на барабанах. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Такие звуки в Калининграде услышишь не часто. Желающих играть на барабанах не так много и постоянной школы в городе нет. Большинство присутствующих держит этот барабан впервые в жизни. А держать его тоже надо уметь. Если барабан поставить просто на руку, то звука не будет. Его надо приподнять, а лучше сесть на него. Бояться не стоит. Барабан вырезан из прочного куска дерева и не сломается. На этот мастер-класс приглашали всех желающих. Катя узнала о нем от друзей. Брать барабан в руки не планировала. Для нее это скорее повод пообщаться с новыми людьми. Поделиться настроением, принять настроение людей. Может быть, чему-то научиться новому. Остаться равнодушной не получилось. Услышала звуки, издаваемые этим инструментом, и захотелось попробовать самой. Излечь правильный звук из барабана с первого раза не удастся. Обе руки должны быть равносильны. Начинает всегда правая. У левшей есть преимущества. Обучаются они гораздо быстрее. Дух – это басовый звук. Истыкается с центра барабана. Прямой ладонью. Видов удара всего три. Бас считается основным. Чтобы он звучал правильно, барабан должен быть качественным. Трещины, разрывы и вмятины могут повлиять на звук. Но самое важное при выборе инструмента – этот звук должен нравиться. В противном случае играть на барабане вам не захочется. Алексей Колодкин, Наталья Сидорчук, Кирилл Макаров, Служба новостей и город. Ну и по традиции в конце выпуска мы решили спросить у кольниградцев, чем им запомнились эти выходные. Я работаю нянькой у своего отца. Вот и все мои заботы. Встал, помыл, приготовил, покормил, постирал. Чем? Что не топит до сих пор. Навестила близких родственников, чем очень рада, что все у всех хорошо, все здоровы и счастливы. Хэллоуином, в первую очередь, было весело. Отдых, культурные мероприятия, природа, шашлыки, все как положено. Гостила у мужа в Риге. Приехала, вот теперь по хозяйству хожу. Ездила в Польшу и меня развернули, потому что у меня с визой были проблемы. Мне было очень обидно. И это все новости на сегодня. Если вы стали свидетелем уникального события или засняли его на свой сотовый или любительскую видеокамеру, звоните к нам в редакцию по телефону 919404. С вами была Виолетта Гришина. Всего доброго и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин